Это итоги недели в студии Юлия Евтушенко. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Рост зарплат, время на подумать и воспитание на высшем уровне. Отечественное образование охватывает 100% детей. Сколько дошкольных учреждений в стране? Сплелись венки дружбы. В городе отгремел Международный фестиваль творчества. Как это было? Добро пожаловать! Автопарк скорой помощи пополнился двумя новыми авто. Салон автомобиля очень просторный, комфортный. Когда первый выезд на линию? Семеновалютный запас. В СПК-гигант прошел семинар по сельскому хозяйству. Соблюдается максимально технологии. Какой лейтмотив встречи? Апокалиптический голод, алкогольная зависимость и тонкая грань. Великобритания рискует столкнуться со множеством системных проблем. В чем причины? Президент на неделе принял кадровые решения. Александр Лукашенко назначил новых министров иностранных дел, сельского хозяйства и промышленности. Посты заняли Максим Рыженков, Анатолий Леневич и Александр Ефимов соответственно. Список кадровых решений пополнился вице-премьером по АПК, помощником президента по Минску, послом Беларуси в России. Главой администрации президента стал Игорь Крутой, первым замом Наталья Питкевич. Вы назначаетесь главой администрации президента. Вы же ответственны за реализацию наших всех договоренностей по Российской Федерации. Вы, как никто другой, знаете эти проблемы. Аккумулируете их у себя, как это делает СНОПКО по Китаю. Два наших основных партнера – Россия и Китайская Народная Республика. Здесь должен быть ответственный и целенаправленный подход по выполнению наших обязательств и развитию наших отношений. Это пока за вами остается. Когда вы почувствуете, что этот контроль не должен быть, вы мне скажете по всем направлениям, вплоть до посещения вами, как это было в должность посла, российских регионов. Запретных тем нет. Но это не значит, что вы будете подменять нового посла. Вы человек корректный, я это знаю. Вопросы не свои вы не полезете, но будьте аккуратны и корректны в отношениях с новым послом. Он должен заниматься вопросом. Вы подсказываете, а где-то и подталкиваете, контролируя те или иные процессы. И, естественно, за вами пока, пока вы мне не скажете, остается соответствующая комиссия, как она называется по энергоресурсам, торговле. Подумайте, как ее точно назвать и актуализировать. Это остается за вами. Но первостепенное внимание – администрация президента. Кроме важных назначений, Александр Лукашенко провел совещание по вопросам функционирования банковского сектора. Президент подчеркнул, реализация вносимых предложений должна расширить возможности и помочь развитию отечественных предприятий. Также глава государства напомнил о более детальном рассмотрении вопросов проведения трансграничных расчетов. Там, где необходимо, будет оказана помощь в проведении платежей для зарубежных партнеров и возврате в страну валютной выручки. Новый больничный, охлаждающий период и велосипедный маршрут. В Беловежской пуще открыта экотропа. Кого можно увидеть в лесных кулуарах? Громкие итоги недели. Дали в специальном обзоре. По итогам года в Беларуси рассчитывают на рост зарплат бюджетников и пенсий на 16 и 15 процентов соответственно. Наряду с плановым повышением базовой ставки введен ряд дополнительных стимулирующих выплат отдельным категориям работников. По оценкам правительства, расходы на финансирование социальной сферы в текущем году превысят 31 миллиард рублей. На 4 больше, чем в 2023. С июня белорусов ждут новшества при выплате больничных. Минимальный размер будет рассчитываться, исходя из минимальной зарплаты. С января ее начисление 626 рублей. Также выплаты увеличатся у тех, чей рабочий стаж более 10 лет. С первого дня болезни листные трудоспособности начнут оплачивать в объеме 100 процентов утраченного заработка. Генпрокуратура предложила Нацбанку ввести практику так называемого охлаждающего периода при получении физлицами кредитов. Таким образом, в ведомстве предлагают бороться с кибермошенничеством. Речь прежде всего об онлайн-займах. Предполагается, при заключении договора клиент не сразу получит деньги. Финучреждение даст ему временно обдумать, принять решение на холодную голову около суток и более. Охват детей дошкольным образованием в Беларуси один из самых высоких в мире почти 100 процентов. Реализует программу воспитания юного поколения 3750 учреждений. По всей стране ежегодно возводятся новые детские сады. Уже существующие значительно обновляются. Постоянно совершенствуется учебно-методический комплекс. Педагоги повышают квалификацию. В Беловежской пуще запустили новый велосипедный маршрут. Он позволит увидеть бобровые плотины, локации, где кормится олень, мышку и леса. Протяженность пути без малого 13 километров, продолжительность до трех часов. Кататься рекомендуют на горных велосипедах, так как ехать нужно по лесным, песчаным и грунтовым дорогам, квартальным просекам. Привитание, сябры! Бобруйск принял 17-й фестиваль народного творчества. Винок дружбы собрал 24 творческих коллектива из 11 стран – от Венесуэлы до Кубы. В программе «Город мастеров», «Фудфлэшмоб», «Мастер-классы», «Опен-эйр», «Салют» и многое другое. Наша съемочная группа побывала в эпицентре событий. Три дня незабываемых эмоций. Лето 2024 подарило бобруйщанам один из самых масштабных праздников – 17-й международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы». Как всегда, Бобруйск встречает друзей из городов-побратимов и гостей из самых разных точек земного шара – от Кубы до Азербайджана. 28 июня в 15 часов 30 минут на площади Победы все 24 коллектива из 11 стран собрались, чтобы почтить память погибших во время Великой Отечественной войны. Гвоздики к могиле генерала Бахарова кладут все присутствующие. Руководство города, депутатский корпус, руководители предприятий и районов, общественные организации, делегации, участники фестиваля. Именно 29 июня 44-го в ходе наступательной операции «Багратион» советские войска освободили Бобруйск от немецко-фашистских захватчиков. В ожесточенных боях пали более 7 тысяч солдат. 16 часов – торжественная колонна выстраивается и направляется в сторону Бобруйск-арены. Там эпицентр событий. По дороге воодушевленные бобруйчане приветствуют гостей. Каждая диаспора демонстрирует колоритность своих народов, традиционные образы, народные песни и танцы. Успели отдохнуть и пришли своей энергией насладиться и насладить Бобруйск. И какой же все-таки энергии? Что вам покажется сегодня? Наш народ, нашу нацию. Потому что мы любим других. Нас любят все. Мы очень хорошие люди. Приезжайте в Армению! Приемся, такие люди отзывчивые, добрые, светлые. Очень город комфортный, тихий. Нам Бобры очень понравились. Скажите, а вы первый раз в Бобруйск? Нет, уже приезжали. Регулярно, то есть частенько приезжают? Да, второй раз. Да, за прошлый год уходу были и в этом. И готовы еще-еще раз приезжать. Позади 3 километра пути. Впереди самое интересное – открытие фестиваля. В 18 часов главная сцена засияла красками. Участники слились в один большой хоровод – хоровод дружбы народов. С торжественным приветствием на гостеприимной земле города на Березине к гостям обращается председатель Бобруйского горосполкома. Фестиваль в этом году на Бобруйской земле собрал 24 коллектива, 368 участников из 11 стран. Ну и наши искренне верные друзья, чья музыка и песни сближают и объединяют. По традиции в преддверии Дня города присваивается звание почетного гражданина Бобруйска. Высокое звание получает ведущий корреспондент Бобруйск Медиа, редактор, писатель Александр Казак. Присвоение этого звания довольно неожиданно для меня и в то же время почетно, символично. Считаю, что именно в год 80-летия освобождения нашей республики от немецко-фашистских захватчиков мне было присвоено это звание. Это обязывает работать еще на благо нашего города, области и страны. Пока одни получали заслуженные комплименты, другие кружили в танцы. Народники из России, Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Палестины и даже далеких Венесуэлы, Эквадора и Кубы научили зрителей фольклорным песням народной хореографии. Под вечер 28 числа на улице около Ледовой арены звучат позывные «Зефир-ФМ». Это диджеи самого сладкого заряжают пульт для самого отрывного опен-эйра этого лета. Бобруйск промышленный. 29 июня начинается с возложения и выставки техники. От тракторов до ретро-автобусов. Особый интерес к городу мастеров. Справиться с головоломками ремесленников не каждому дано. Сейчас я покажу вам, как открывается все. Вот еще. Вот это я и искал. Возьмите так. Впереди самая вкусная часть фестиваля. Площадка у Бобруйск-Арены, несмотря на зной, усыпана палатками. Здесь благотворительная акция «Запрошаем с марш на есть». 14 предприятий день и ночь готовились поражать изобилием и вкусом блюд. К традиционным организациям в этом году присоединились Минский хладокомбинат и хоккейный клуб «Бобруйск». Каждая локация со своей изюминкой. Ажиотаж возле мини-хоккейного поля. Команда чирлидерш, ворота, шайба, клюшки. Антураж, несмотря на миниатюрность, соответствует. В плюс 30 быстрее всех уходили квас и малосольные огурцы. Однако за более сытными блюдами тоже выстроилась очередь. Удомочая новинки. Маффины на основе зеленого чая и хлеб сольном. Хоккейный клуб «Бобруйск», пироги с черникой, творогом, лисичками с мясом. В меню завода КПД – холодник, картошечка поселянский с жареной колбаской, напиток из шиповника и рябины. Славянка угощает клетками с мясом, белшина – тарталетками с различной начинкой, корзиночками с ветчиной и грибами, пирожками с мясом и капустой, клюквенным лимонадом. Красный пищевик приготовил для сладкоежек зефирный торт морской со вкусом пинаколады. Все собранные средства будут направлены в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Белорусская кухня очень вкусная. Мы здесь третий день и просто не прекращаем есть все, что нам предлагают. Поэтому в очередной раз мы попробовали очень вкусное белорусское блюдо. Поэтому боимся, что просто не влезем в одежду, которую привезли с собой. Очень смачно. Мы даже не все палатки не смогли пройти. Теперь страной обходим. Мы решили потом развернуться кашу. У нас кто-то не съел. Очень вкусно. Действительно, все наши гости довольны тем, что у нас такой сегодня фестиваль, день города. А в рамках фестиваля «Вино, дружба и дня города» и такой фестиваль, как «Смачно есть». Для наших гостей это, конечно, своеобразный экскурс по нашим предприятиям. Знакомство с белорусской кухней, с тем, как наши предприятия умеют подносить различные блюда. Поэтому все наши гости, я вот хожу, слышу, слышу их разговор о том, что очень здорово в Бобруйске все это организовано. В 19 часов праздничный концерт, приуроченный 637-летию Бобруйска. На сцене белорусские звезды. Тео, Ольга Рыжикова, заслуженный коллектив «Чистый голос». В Бобруйске не впервой. Довольно часто бываем здесь по поводу выступлений, иногда проездами. Всегда рады сюда приезжать. Приятно отменить, что уже в 17 раз фестиваль собирает огромное количество гостей, жителей Бобруйска. Все находятся в прекрасном настроении. Только что со сцены открыли нашу концертную программу. Зал прям заряжен. Приятно получать эту энергетику, эти аплодисменты. Праздник не ограничивается главной сценой внутри Ледовой арены. Параллельно на внешней площадке лучшие хиты заслуженного любительского коллектива «Шинанай». Гвоздь программы – певец, композитор Виталий Гордей. Под хорошую музыку весь город танцует до 11 часов. Ровно в 23 на Добобруйск ареной первые залпы салюта. За расставанием будет встреча. В заключительный день фестиваля – торжественная церемония закрытия. Много песен, танцев, хорошего настроения. Венок дружбы всегда остается в памяти гостей и жителей города. Каждый раз, приезжая на гостеприимную Бобруйскую землю, гости увозят назад только теплые воспоминания и самые невероятные эмоции. А мы говорим тебе – пока, венок дружбы! До встречи в 2026! Роман Костяков, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин. Итоги недели. Информационно-просветительская акция «Дорога Меславы», посвященная 80-й годовщине белорусской стратегической наступательной операции «Багратион», проходит и в Беларуси. 27 июня масштабное мероприятие прошло и в городе на Березине. Сегодня в Беларуси живет уже пятое поколение потомков-победителей, которому, к счастью, незнакомы ужасы войны. Но для того, чтобы сохранить этот мир, страшные события прошлого не должны быть преданы забвению. То количество инициативных людей с активной жизненной позицией, которые нас окружают, вселяет уверенность в завтрашнем дне и веру в достойное будущее Беларуси. 27 июня акция прошла в Бобруйске. Старт масштабному мероприятию и автопробегу был дан в деревне Сычково. Мы хотим всеми патриотическими силами страны доказать то, что цените нашу независимость и знайте, какой ценой досталась нам наша победа. Автопробег объединяет бобручан всех возрастов, которые чтут память своих предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Это дань уважения и благодарности за их героизм, мужество и отвагу. В мероприятии символично 80 авто, а это без малого 350 человек. Конечный пункт – мемориал жертвам фашизма. Цветы к месту всенародной памяти возлагают руководство города, представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь. Подарок для спасения других. Бобруйской станции скорой и неотложной помощи пополнение. Учреждению подарили два новых авто. Свеженькие кареты 24 июня прибыли в город. Автомобили класса «Б» отечественного производства «Мас Купава» были презентованы Банком развития. В машине установлены приемные устройства с тележкой-каталкой, система кислородной разводки, шкаф для баллонов, три кресла, два из них поворотные. Медработники по достоинству оценили комфорт, качество и улучшенное оборудование. Это новый автомобиль. Это комфортный, создает условия труда для наших медицинских работников. Салон автомобиля очень просторный, комфортный, что позволяет нашим медикам работать свободно в салоне автомобиля, оказывать неотложенную экстренную помощь в салоне автомобиля, вставать в полный рост. В конце 2023-го, напомним, в Бобруйск прибыло 4 новых автомобиля скорой медицинской помощи. Но это не предел. В ближайшем будущем ожидается расширение парка. Всего на станции 19 бригад, которые обслуживают город и ближайшие районы. Аграрный эксперимент, республиканский семинар по возделыванию сортов отечественной селекции прошел в Бобруйском районе. Съемочная группа телеканала «Бобруйск-360» – одна из первых увидела ноу-хау. Разговор о сельском хозяйстве начался в поле. Тут самое интересное. СПК-гигант проводит эксперименты с семенами на обычном поле. Подопытными выступили озимый рапс, третикали и многолетние травы. Риски есть, но в итоге результат положительный. Это одно из ведущих сельхозпредприятий в области семеноводства. Это, наверное, традиции, большой опыт работы, ну и качество семенного материала в целом, которое производится в данном хозяйстве, которое востребовано, где соблюдаются максимально технологии и получают довольно высокие результаты. Задача, которую поставил президент, переход на отечественные семена выполняется. Несмотря на то, что скорость и востребованность на рынке диктуют свои условия, хозяйство успешно справляется с реалиями, покрывает свои потребности и реализует по республике. «На базе СПК-гигант, который занимается основное направление этого семена отческое, которое позволяет Бобруйскому району в целом обеспечивать себя семенами собственного производства». Хозяйство выращивает широкий спектр многолетних трав – Тимофеевка, Рейгроз, Овсяница. Акцент на белорусскую селекцию, которая уже хорошо зарекомендовала себя на земле. «На сегодняшний момент в республике высевается более 70% отечественными семенами. Семенами отечественной селекции. Такие культуры, как озимая рожь, овес больше 90%. То есть мы в полной мере обеспечены своими семенами». Главный герой полей – картошка. По статистике в год каждый белорус в среднем съедает 183 килограмма, то есть полкило в день. По этому показателю мы первые в мире. «Картофель представлен на этом поле и посажен белорусскими сортами. Это элита БРИС наш белорусский. Продолжаем эту традицию получать. То, что нашим людям любимо, качественно и то, что люди наши ценят». Сразу с полей на заседание – лейтмотив, особенности эксперимента, презентация отечественных новинок в области семеноводства, решение проблемных вопросов. Залог успеха и качества – эффективная селекция и строгое следование технологиям. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин. Итоги недели. Продовольственные запасы, необычное искусство и на волоске. Суда на грани апокалиптического голода. Что происходит в африканской стране? Далее громкие заголовки мировых новостей. По информации ВОЗ, в европейском регионе отмечается самый высокий уровень смертности от алкоголя. 53 случая на 100 тысяч человек. Также показатели расстройств, связанных с употреблением горячительных – 11%. Лидеры части света и в случайном употреблении. В среднем европейцы выпивают 9,2 литров на душу населения, по сравнению с 5,5 во всем мире. Среди 10 стран с самым высоким уровнем на человека – 7 членов Евросоюза. Чаще всего от последствий умирают в Литве, Латвии и Эстонии. В Судан на грани апокалиптического голода гражданская война в африканской стране грозит в ближайшие месяцы гибелью двух миллионов жителей. Около года здесь продолжаются ожесточенные столкновения между двумя вооруженными группировками, претендующими на верховную власть. Дефицит продовольствия стал реальностью из-за нарушения логистики и дезорганизации сельского хозяйства. Помощь международного сообщества пока невозможна. Никто не решается отправлять сюда гуманитарный груз из-за риска, которому подвергаются иностранцы. Ситуацию усугубляют и бесконечные засухи. Великобритания рискует столкнуться со множеством системных проблем. Экономика страны уже в течение долгого времени находится на грани жизнеобеспечения, запинаясь при незначительном или отрицательном росте. В то же время выплаты по процентам по государственному долгу выросли на десятки миллиардов фунтов стерлингов. Стоимость жизни для населения также резко возросла, чему способствовали заоблачные цены на энергоносители и сырьевые товары. Проблемы и в сфере здравоохранения, где катастрофически не хватает кадров и финансирования. Ни консерваторы, ни лейбористы не стремятся каким-либо образом решить это в своих предвыборных манифестах. Норвегия создает запас зерна на случай экстренных ситуаций, вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и пандемий. Власти уже закупили у четырех компаний около 30 тысяч тонн семян основных сельхозкультур и останавливаться не собираются. В планах к 30-му пополнить продовольственный резерв до 80 тысяч. В случае кризиса этого количества злаков норвежцам хватит на три месяца. Ежегодно на эти цели правительство планирует выделять порядка 6 миллионов долларов. Австралийский музей перевесил несколько картин Пикассо в женский санузел. Изначально полотна были представлены в зоне храма искусств под названием «Дамская комната отдыха», куда пускали исключительно прекрасный пол. Куратор галереи вдохновилась опытом своей прабабушки, которая устраивала особые светские вечеринки. На них женщины пили вино, а обслуживали их дворецкие джентльмены. Однако в апреле суд в Тасмане постановил, такое пространство дискриминирует мужчин. Музею дали 28 дней, чтобы прекратить отказывать во входе по половому признаку. С тех пор выставка была закрыта. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова